Привет! Спасибо за ваши лайки. Ну что же, лайки собраны, комментарии написали. Теперь продолжаем сборку букета. Букет я буду собирать по спирали и букет у меня будет не совсем обычный. У меня есть главные цветы, это суккуленты и все остальные цветы они будут их как бы оттенять и дополнять. Я приподнимаю свой каркас. Кстати, он украшен белыми маленькими цветочками. Кто знает, как называется, пишите. Для начала я зачищу немного эвкалипта. Это цинерея. С ним очень удобно работать. На одной большой ветке бывает много маленьких веточек. Их нужно разделить на несколько штук. А еще мне понадобится пистация. Сначала я прикрываю каркас зеленью, потому что проволока это технический материал и ее не должно быть видно. Я поставила буквально три веточки писташи и каркас уже начинает играть. Что же будет в конце? потом я устанавливаю крупный суккулент и начинаю заполнять пространство вокруг цветами. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавляю ирисы. Помним, что ирисы распустятся, поэтому для них в букете должно быть оставлено место, чтобы ирисы в будущем не зажимались и их было хорошо видно. Как я уже сказала в первой части, когда подготавливала цветы, этот букет будет целый день ехать в машине в другой город и его подарят только на следующий день вечером. Поэтому я беру такие нераспущенные бутоны, чтобы букет распускался на глазах у того, кому он предназначен. Я в первой части спрашивала, что это за листья, но никто не написал правильный ответ. Это листья филодендрона. Я обожаю эту декоративную зелень. Его можно даже просто поставить в маленькую вазочку два листа. Один повыше, другой пониже. И это будет прекрасное, ненавязчивое оформление интерьера. Добавлять веточки в букет меня научили в школе флористики. Поэтому я тоже учу своих студентов уходить от симметричных букетов из роз к более профессиональной флористике, которую хочется разглядывать. Про удлинители я говорю чуть ли не в первой лекции на своих курсах. Поэтому мои студенты знают, как правильно с ними работать. Сухоцвет лагурус цветом поддержит ирис. Поэтому маленькие вкрапления желтого будут очень уместно смотреться. Перевязываем букет, подрезаем и он готов. Вот что получилось. Через пару дней он покажет всю свою красоту. Добавляем букет. Добавляем букет. Продолжение следует. Добавляем букет. базовой флористики сейчас держится очень приятная цена на онлайн обучение в моей школе поэтому проходите по ссылочке и смотрите состав лекций до скорой встречи и большое спасибо вам за просмотр этого видео пока пока